Главная новость дня. Крупное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Чебоксарском районе на выезде из поселка Кугеси. Есть погибшие и много пострадавших. Подробнее прямо сейчас. Два фургона марки «Газели Ман», легковые автомобили ВАЗ-2109 и «Шкода», маршрутное такси «Пежо». Все эти автомобили стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Такой крупной аварии давно не было в республике. Авария произошла на трассе М-7 около двух часов дня. По предварительным данным, четыре человека погибли, десять получили ранения. Шестеро пострадавших доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах. В БСМП раненые стали поступать около трех часов дня. Этих шести человек, у нас трое госпитализированы в реанимацию. Теперь уже четверо в реанимацию. Все стали известными. Был один неизвестный. Теперь они все стали известными. То есть сообщили. Одну девушку, пассажирку маршрутки, после тщательного обследования и оказания помощи отпустили домой. Ой, я вообще не помню ничего. Самое чувство нормально. Просто перевязку надо делать. А так все нормально. Еще один человек на момент съемок находился на обследовании. Вопрос его госпитализации был еще не решен. Состояние тех, кого доставили в реанимацию, тяжелое, говорят врачи. Все, все, все. Одного молодого человека, 18 лет, по данным обследований, предварительно сейчас сделали, по данным УЗИ, у него жидкость в животе, не исключая повреждения внутренних органов, сознание, глубокое оглушение. Едвое поступило в нейрохирургии. Если без повреждения, как говорится, без черепно-озговой травмы, в костной патологии, наверное, муковые переломы, прогноз, можно сказать, благоприятный. А вот прогноз в отношении больных, у которых подразумевается, то есть не исключается, тупая травма живота с повреждением внутренних органов, показываем прогноз сдачи ран. Как стало известно, больных также принимали в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы в Кугесях, в Чебоксарской районной больнице и в Детской Республиканской. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за несоблюдения пока, по предварительным данным, скоростного режима, из-за несоблюдения дистанции, то есть, в общем, правила дорожного движения, сначала одна из легковых автомобилей касательно столкнулась с грузовым автомобилем, следом еще три машины, в том числе автобус, который следовал, микроавтобус из Чебоксар в Цивильск. Пежо, 21 человек вместе с водителем. Дорожные службы предупреждают, весна – коварное время года, когда отепель сменяется заморозками. Будьте внимательны на дорогах. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика.